Беседа 19.733. Римлянам 11.7. Что же, Израиль всего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Апостол сказал, что Бог не отверг своего народа. И объяснив, в каком смысле он не отверг, прибег снова к пророкам и доказал на основании их, что большая часть иудеев погибла. Но чтобы они подумали, что он обвиняет их самовольно, оскорбляет своей речью и нападает на них, как враг. Он прибегает к Давиду и к Исаии, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат, даже до сего дня. Но нам лучше начать речь сказанного выше. Павел упомянул о случившемся при Ильи и, показав, что такое благодать, присовокупил. Что же, чего искал из Израиля, того не получил. Это не только вопрос, но и обличение. Апостол говорит, что иудеи борются сам с собою, ищут оправдание и не хочет принять его. Потом, снова лишая иудеев оправдания, он доказывает их неблагодарность тем, что некоторые получили, и говорит, а избранные получили. Избранные и осуждают иудеев, как и Христос сказал. Если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши какой силой изгоняет? Посему они вам будут судьями, чтобы никто не осуждал самое свойство дела, а всякий винил настроение иудеев. Апостол и упоминает о получивших, а потому и употребил весьма выразительное слово, изображающее вместе и благодать свыше, и собственное их старание. Он сказал, получил, не с целью отвергнуть свободную волю, но чтобы обозначить величие благ, и то, что большее, хотя и не все, было свойственно благодати. И у нас о человеке, которому выпала большая выгода, есть обычай говорить, такой-то получил или нашел, потому что большая честь приобретается не человеческими трудами, но по дару Божию. А прочие же ожесточились, ослепились. Заметь, когда отвержение остальных апостолов осмелился назвать собственным именем, он и прежде говорил об этом, но обвинителями представлял пророков, а теперь сам уже является обвинителем. Однако же и здесь недовольствуется собственным своим именем, но опять указывает и на пророка Исаию. Откуда же произошло это ослепление? Апостол и прежде объяснял причины его, и всю вину сложил на голову самих иудеев, доказывая, что они подверглись ослеплению за неуместное упорство. И теперь он повторяет то же самое, когда говорит, очи не видят и уши не слышат. Обвиняет не иное, что как упорную их волю, имея очи, чтобы видеть чудеса, получив уши, чтобы слышать чудесные учения. Они ни теми, ни другими не воспользовались, как должно. Под словом же «дав», разумеет, здесь не содействие, а попущение. Умилением же здесь апостол называет навык души к худшему. Совершенно неисцелимый и неисправимый. И в другом месте Давыд говорит, чтобы воспела тебе слава твоя, и не умилюсь. То есть не переменюсь. Как умилившийся в благочестии нелегко изменяется, так и умилившийся во зле тоже с трудом может уклоняться от него. Потому что умилиться значит не иное, что как укрепиться и прилепиться к чему-нибудь. Поэтому апостол, желая выразить, что воля иудеев неисцелима и трудноисправима, назвал это духом умиления. Потом доказательство того, что иудеи из-за такого неверия подвергнутся крайнему наказанию, опять ссылаются на пророка, который угрожает им тем именно, что с ними случилось и исполнилось. Пророк говорит, Давид, да будет трапезой их сетью, тенетами и петлею в возмездие им. То есть роскошь и все блага пусть минуют. И погибнут, пусть они будут легко обладаемые для всех. А чтобы видно было, что иудеи переносят это в наказание за грехи, Давид добавил, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть. Их ребят их да будет сагбен навсегда. Нужно ли здесь какое-либо толкование? Не ясно ли это и для совсем неразумных? Еще прежде наших слов случившийся исход событий засвидетельствовал, сказанное пророком. Когда иудеи были столь легко захвачены, когда легко пленены, когда был так сагбен хребет их, когда они подверглись столь великому рабству. И важнее всего то, что этим бедствием не будет конца, как намекнул пророк. Он не просто сказал, хребет их, но присовокупил навсегда, да будет сагбен. И если же ты, иудеи, утверждаешь, что бедствие кончится, то суди о настоящем по прошедшему. Ты отправился в Египет, но прошло 200 лет, и при всем твоем нечестии и при самом тяжком твоем блудодеянии Бог скоро освободил тебя от этого рабства. По освобождению из Египта ты поклонился Тельсу, принес сынов своих жертву, Вайлф и гору, осквернил храм, погрузился во все вели порока, забыл самую природу, наполнил мерзкими жертвами горы, дебри, холмы, источники, реки, сады, убил пророков, опрокинул жертвенники и в высшей степени преуспел в пороках и нечестии. Однако же Бог, предав тебя вавилонянам на 70 лет, опять извел в прежнюю свободу, возвратил тебе и храм, и отечество, и древний образ пророчества. Опять у тебя были и пророки, и благодать духа, а лучше сказать, даже и во время самого плена ты не был оставлен, но и там были у тебя Даниил, и Зекииль, а в Египте и Ремия, и в пустыне Моисей, 735, после этого ты снова обратился к прежним порокам, предался распутству, и при нечестивом антиохе установил эллинский образ жизни. Но и тогда, три года или немного больше, пробыв в подданстве у антиоха, через Маковеев, вы опять воздвигли себе знаменитые победные памятники. Но теперь у вас нет ничего подобного, а все пошло иначе. И особенно удивительно то, что прежние пороки прекратились, а наказание увеличено, и нет никакой надежды на перемену вашего положения. Прошло не 70, не 100, не 200 лет, но 300 и гораздо более. Однако же, нельзя найти и тени подобной надежды, и при том тогда, когда вы не служите идолам, не делайте ничего такого, на что отваживались прежде. Какая же причина этого? Та, что образ заменен истинною, и закон исключен благодатью. Из древле предрекая это, пророк и сказал, «Хребет их да будет сагбен насегда». Замечаешь ли точность пророчества? Как оно предсказало неверие, показало упорство, обнаружило следующий затем суд и обозначило нескончаемость наказания, так как многие из людей наиболее грубых не верили будущему и хотели судить о будущем по-настоящему, то Христос в этом случае доказал свое могущество двояким образом, как тем, что у веровавших язычников превознес выше неба, так и тем, что не у веровавших иудеев привел в крайнюю нищету и предал нетвратимым бедствием. И так апостол, сильно поразив их изображением их неверия, а равно прошедших и будущих бедствий снова утешает следующими словами. И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Когда апостол доказал, что иудеи подвержены бесчисленным бедствием, он потом придумывает и утешение. И обрати внимание на благоразумие Павла. Обвинение он заимствовал у пророков, а утешение предлагает сам от себя. Никто не будет спорить, говорит апостол, что грехи иудеев велики. Но посмотрим, действительно ли падение их так велико, что нельзя помочь ему, и нет средств исправить дело. Нет, оно не таково. Замечаешь ли, как он снова касается их и в ожидании утешения представляет виновными в грехах, в которых они и сами сознаются. Но посмотрим, какое он придумывает для них утешение. Какое же это утешение? Когда войдет в себя полнота язычников, тогда, говорит апостол, весь Израиль спасется, то есть во время второго пришествия при конце мира. Но не тотчас говорит об этом Павел, а после сильных упреков, после того, как приложил обвинение к обвинениям, после того, как раз, два и многократно привел в свидетельство одного пророка за другим, Исаия, Ильи, Давида, Моисея, Офи, которые все вопиют против них. Но чтобы этим не вернуть иудеям в отчаяние и не заградить пути к вере, а уверовавшим из язычников не дать повода к высокомерию, чтобы они, возгордившись, не потерпели ущерба в вере, апостол снова утешает иудеев, говоря, «Итак, падение их есть спасение язычникам». Мы должны не просто слушать то, что говорится, но вникать в мысль и намерение говорящего, в то, чего он старался достигнуть, о чем я всегда умоляю, любовь вашу. Если мы с таким размышлением будем принимать каждое слово, то ни в одном не с этим затруднение. А в настоящем случае главная цель апостола состоит в том, чтобы в уверовавших из язычников истребить высокомерие, которое могло возникнуть под влиянием сказанного выше, ведь язычники, научившись скромности, таким образом безопаснее пребудут в вере, а иудеи, освободившись от отчаяния, охотнее приступят к благодати. Итак, обращая внимание на эту цель апостола, выслушаем все сказанное им в настоящем месте. Что же он говорит? Чем доказывать, что иудеи пали небезнадежно и что они не в конец отвержены указанием на язычников, говоря так, и их падение есть спасение язычников. Это не апостола только слова, но и в притче в Евангелиях имеет такой же смысл. Так, устроивший брачный пир для сына, тогда уже стал звать с распутий, когда не захотели прийти званые, а насадивший виноградник тогда только отдал его другим виноградарям, когда первые убили наследника. И кроме притчи Христос говорил, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А когда стала приступать к нему хананейская женщина, он сказал еще больше, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И Павел к восставшим против него иудеям сказал, вам первым надлежало слышать слово Божие, а так как вы сами себя делаете недостойными, то вот мы обращаемся к язычникам 736. И всем этим он показывает, что порядок событий был таков, сперва следовало прийти иудеям, а потом язычникам. Но так как иудеи не уверовали, порядок изменен. И неверие и падение иудеев сделали то, что язычники вошли прежде. Потому апостол и говорит, ибо их падение есть спасение язычников, чтобы раздражить их. И не дивись, если прежде случившимся он называет то, что было следствием. Он хочет ободрить пораженные их сердца. А смысл слов его таков. Иисус пришел к иудеям, но они, несмотря на великое множество совершенных им чудес, не приняли его, а распяли. После этого он начал привлекать к себе язычников, чтобы их честь уязвила бесчувственность иудеев. И хотя бы взаимным соревнованием убедить их прийти к нему, так как надлежало прежде принять иудеев, а потом и нас. Почему и сказал апостол, ибо сила Божия есть во спасение всякому верующему, во-первых, иудею, а потом елену. А так как иудеи удалились, мы, старые, стали первыми. Вот видишь, какую честь он выводит для них и из этого. Во-первых, то, что мы призваны тогда уже когда они не захотели. Во-вторых, то, что мы призваны не для нашего единственного спасения, но чтобы и они сделали лучше, возревновав нашему спасению. Что же, скажет кто-нибудь, неужели мы не были бы призваны и спасены, если бы это не стало нужным ради иудеев? Конечно, не были бы призваны и спасены прежде иудеев, а спаслись бы на лежащем порядке. Поэтому Христос, посылая учеников, не просто сказал, идите к овцам погибшим дома Израилева, но наипаче, показывая тем, что после иудеев должно идти к язычникам. И Павел опять не сказал, вам должно было первым слышать, а не только говорить. Деяние 13.46 показывая, что во второй прием надлежало проповедовать и нам. Все же это и сделано и сказано для того, чтобы иудеи не прибегали к бесстыдному извинению, будто они были оставлены без внимания, а потому и не уверовали. Потому и Христос, хотя все предвидел, однако же пришел к ним первым. Итак, если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Здесь апостол говорит приятное иудеям. Если бы они тысячекратно пали, то язычники не спаслись бы, не принявши веры, а равные иудеи не погибли бы, если бы не впали в неверие и упорство. Но, как сказал я, апостол утешает падших иудеев, в совершенстве доказывает, что они могут надеяться на свое спасение, если переменятся. Если говорит апостол, столь многие получили спасение, когда они, иудеи, приткнулись, и столь многие были призваны, пока они были отвержены, то подумай, что будет, когда они обратятся. Не сказал кальми пачи обращение их, или изменение их, или исправление, но кальми пачи, то есть, что же будет, когда они обратятся, тем более полнота их, когда они придут ко Христу. А этими словами он показывает, что тогда будет большая и почти полная мера благодати и дара Божия. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревности в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Апостол опять старается освободить себя от дурного подозрения, и хотя по-видимому наносит удар обратившимся из язычников, смиряя их высокое себе мнение, но слегка поражает и иудея. Он ищет, чем бы прикрыть такую погибель иудеев и утешить их в этом, однако же ничего не находит по сущности самого дела. На основании того, что он сказал, иудеи достойны были еще большего осуждения, когда другие, будучи гораздо ниже их, приняли то, что для них было приготовлено. Потому от иудеев он переходит к язычникам и помещает вводную речь о них, желая показать, что все это он говорит для того, чтобы научить их скромности. Хвалю вас, говорит он, по двум причинам. Во-первых, потому что имею в этом необходимость, как назначенные для служения вам, а во-вторых, чтобы через вас спасти мне других. И не говорит братья моих, сродников моих, но по плоти. Потом, указывая на их упорство, не говорит, не могу ли как-нибудь убедить, но не возбужу ли ревности сродников моих. И при этом опять не говорит всех, но спасти хотя бы некоторых из них. Так жестокосерны были иудеи. И опять в самом упреке апостол обнаруживает превосходство язычников, хотя иудеи и язычники взаимно служат друг другу в деле спасения, однако же не одинаково. Иудеи доставляют благо язычникам неверием своим, а язычники иудеям своей верою. Отсюда видно, что язычники и равны с иудеями и превосходят их. 738. Но что можешь сказать ты, иудеи, если бы мы не были отвержены, то вы не были бы призваны так скоро? Это говорит и язычник. Если бы я не был спасен, тебе не возникла бы ревность. А если ты желаешь узнать, в чем мы превосходим, то скажу тебе, я спасаю тебя тем, что уверовал, а ты, приткнувшись, даровал нам возможность прийти прежде тебя. Потом апостол, чувствуя, что нанес удар иудеям, обращается к прежней речи и говорит, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как нежизнь из мертвых? Но это опять обвиняет иудеев, как скоро другие извлекли для себя выгоду из них грехов, а они не воспользовались даже добрыми делами других. Не удивляйся также, если апостол приписывает иудеям то, что случилось по необходимости. Он, как я говорил неоднократно, ведет так речь, чтобы одних смирить, а других ободрить. Между тем, как я сказал выше, если бы иудеи тысячи раз были отвергнуты, а язычники не показали веры, то последние никогда бы не спаслись. Но апостол содействует слабой стороне и помогает утружденные. Вникни же в том, в чем он угождает иудеям, утешая их только на словах. Если отвержение говорит их есть примирение миру, а что из того иудеям, то что же будет принятие их, как нежизнь из мертвых? Но и в этом нет для них пользы, если бы они не были приняты. А что говорит апостол означает следующее. Если Бог, прогневавшись на иудеев, оказал столько милости другим, то чего он не дарует им после того, как примириться с ними. Но как воскресение мертвых зависит не от принятия их, так не от них же и нынешнее наше спасение. Напротив, они были отвержены за свое неразумие, а мы спаслись своей верой и благодатью свыше. И все это не может принести им никакой пользы, если они не покажут надлежащей веры. Но не действительные, а только кажущиеся, подражая искуснейшим врачам, которые также ободряют больных, насколько позволяют свойства болезни. Что же говорит он? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Начатком и корнем он называет Авраама, Исаака, Иакова, пророков, патриархов и всех прославившихся в Ветхом Завете, а ветвями тех из потомков их, которые уверовали. Потом, так как иудеи противопоставляли ему многочисленность неуверовавших, то смотри, как он опровергает такое возражение и говорит, если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Но ведь вышитый Павел сказал, что погибли очень многие. Немногие же спаслись. Как же здесь говоря о погибших употребляет слово некоторые, указывающее на немногих. Я не противоречу себе, отвечает апостол, но спешу врачевать и привлечь утружденных. Замечаешь ли, как в целой этой речи он обнаруживает одно намерение, именно желание утешить иудеев. А если потеряешь это из виду, то получится много противоречий. Ты обрати еще внимание на мудрость апостола, как он по-видимому говорит в пользу иудеев и придумывает для них утешение, но незаметно поражает их и словами, корень и начаток показывает, что они не имеют никакого извинения. В самом деле, подумай о негодности ветвей, когда они, имея сладкий корень, не уподобляется ему, и о негодности месива, когда оно не изменяется от начатка. Итак, если некоторые из ветвей отломились, отломилась большая часть ветвей, но апостол, как я сказал, хочет утешить иудеев, потому что и приводит не свой, свои собственные, но их слова. Этим незаметно уязвляет их, доказывая, что они отступили от родства с Авраамом. Это именно апостол старался сказать, то есть, что у иудеев нет ничего общего с Авраамом. Если корень свят, а они не святы, то значит, они и далеки от корня. Потом, по-видимому, утешая иудея, снова поражает его своим обвинением язычников, сказав, если некоторые ветви отломились, и добавил, а ты же, дикая маслина, привился, насколько малоценней был язычник, настолько более скорбит иудей, видя, что он наслаждается его достоянием, язычник уже не столько велик от его малоценности, сколько велика честь от его перемены. И заметь мудрость апостола, он не сказал ты посажен, но привился, чем он опять уязвляет иудея и показывает, что язычник стал на дереве вместо иудея, а иудей лежит на земле, а потому не остановился на этом и сказал, привился и не окончил речи, хотя уже и все сказал этим, но продолжает описывать благоденствие язычников и распространяется в изображении чести говоря, и сделался, участником стал корня и соком маслины. И, по-видимому, апостол поставил язычника в положении какого-то добавления, однако показывает, что он от этого не терпит никакого вреда, а имеет все, что свойственно ветви, вышедшей от корня. И чтобы ты услышал, ты же привился, не подумал, что язычник унижен в сравнении с природной ветвью, смотри, как апостол оравняет его и говоря, и сделался общником корни и соком маслины, то есть получил тоже благородство, ту же природу, поэтому и потом и сказал с упреком, то не превозносись перед ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Апостол, по-видимому, утешает иудея, на самом же деле показывает его малоценность и большое бесчестие. Потому не сказал, не хвались, но на ветве не превозносись перед ветвями, не превозносись перед ними, как перед отломленными, потому что ты поставлен на их место и пользуешься тем, что им принадлежало. 740. Видишь ли, как, по-видимому, коряет язычников, а на самом деле уязвляет иудеев. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Что же от этого польза отломенным ветвям? Ничего. Как я уже заметил, апостол придумывал и по-видимому некоторую слабую тень утешения, даже тем самым, чем укоряет язычников, наносит смертельный удар иудеям, сказав, не хвались перед ветвями, ибо не ты носишь корень, но корень тебя. Он показал иудеи, что совершившееся достойно того, чтобы им хвалиться, хотя и не должно хвалиться, а этим возбуждает и поощряет его к вере, представляет себя защитником его, показывает ему понесенный им ущерб, и то, что другие владеют его собственностью. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Опять в виде возражения раскрывает противоположное прежнему, показывая, что и незадолго перед этим сказанное он говорил не с иным каким намерением, а единственным для привлечения иудеев. Спасение язычников произошло не следствие прегрешения иудеев, и не прегрешение их есть богатство миру, а равно мы спаслись не потому, что они пали, но совершенно напротив. Апостол показывает особенный о язычниках промысел, хотя, по-видимому, слова выражает иное, и все это место излагает в виде возражения, освобождая себя от подозрений в неприязненности и делая речь свою удобо приемлемой. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Апостол похвалил сказанное. Вот опять новая похвала язычникам и новое обвинение иудеев. Но апостол опять не излагает кичливость первых присовокупляя и говоря, и так, не высокомудрствуй, но бойся. Это не дело природы, но дело веры и неверия. И по-видимому, он опять заграждает уста язычнику, но на самом деле поучает иудея, что не должно обращать внимание на естественное родство, почему и присовокупляет «не высокомудрствуй, не превозносись». И не сказал «смиряйся, но бойся, так как высокомерие производит презрение и нерадение». Потом, намереваясь в печальном виде изобразить их несчастье и сделать свою речь менее неприятной, он излагает это в виде предостережения для язычника и сказал «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя?» Не продолжил так и тебя не пощадит, но говорит «то пощадит ли и тебя?» Таким образом, исключая из речи жесткие выражения и побуждая верующего быть деятельным, он иудеев привлекает, а язычников смиряет. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Апостол не сказал «видишь заслуги свои, видишь труды свои, но видишь человеколюбие Божие, показывая этим, что все совершено благодатью свыше и располагая тебя к трепету. Самое основание похвалы заставляет тебя бояться. Владыка стал к тебе милостив, потому и бойся. Ведь благо не остаются у тебя неотъемлемыми, если ты сделаешься неродив, равно как и для иудеев не неотвратимо зло, если они переменятся. И ты будешь отсечен, говорит апостол, если не пребудешь в вере. Но и те, если не пребудут, в неверии привьются, потому что Бог силен опять привить их, потому что не Бог от всяких, но они сами отломились и отпали. И прекрасно сказал апостол, отломились. Бог никогда их так не отвергал, хотя они согрешали многократно и во многом. Замечаешь ли, какова сила свободы и какова власть воли? Ничто не остается без изменения, ни твое благо, ни его зло. Видишь ли, как апостол и восстановил отчаивающегося иудея и смирил самонадеянного язычника. И ты, иудей, слыша о строгости, не приходи в отчаяние. И ты, язычник, слыша о благости, не надейся на себя. Бог не пощадил тебя и отсек для того, чтобы ты пожелал возвратиться, а тебе оказал благость для того, чтобы ты пребывал. Не сказал апостол в вере, но в благости. То есть, чтобы ты делал достойное Божьего человеколюбие, потому что требуется не одна вера. Замечаешь ли, как апостол не позволяет одним лежать, а другим высокомудрствовать, но первых возбуждает к соревнованию на примере язычников, показывая идею возможность снова стать на их место. Даже как язычник наперед занял место иудея. Чтобы язычники не превозносились перед иудеями, апостол устрашает их примером иудеев и тем, что с ними случилось, а иудею внушает смелость тем, что сделано для Елена. И ты будешь отсечен, говорит апостол язычнику, если возне родишь. И иудей отсечен, но он прицепится, если постарается, потому что и ты прицепился. И вполне неразумный апостол обращает всю речь к язычнику, как он обыкновенно и всегда делает, исправляя слабых ударом, наносимым более сильным. То же самое он делает и в конце послания, рассуждая о разборчивости в яствах. Потом он доказывает то же самое не только будущим, но и прошедшим, так как это сильнее убеждает слушателя. И намереваясь соблюсти бесспорную последовательность суждений, он прежде всего предлагает доказательства на основании всемогущества Божия. Хотя иудеи отсечены и отвержены и другие заступили их место, но при всем том не отчаивайся, ибо силен Бог, говорит он, снова привить их, так как он производит и то, что сверх надежды. Но если ты ищешь ряда событий и последовательности заключений, то на себе самом имеешь вполне достаточный пример. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Если вера смогла произвести то, что не по природе, тем более произведет то, что согласно с природой. Если язычник, отсеченный от естественных своих родителей, не по природе присоединился к Аврааму, тем более можешь ты получить свое собственное. Язычнику по природе свойственно зло, так как он по природе и был дикой маслиной. Добро не не природе он прицепился к Аврааму. А тебе напротив по природе свойственно добро, ты если захочешь возвратиться, утвердишься не на чужом, как язычник, а на собственном корне. Итак, можешь ли ты быть достоин какого-либо извинения, когда для язычника стало возможным то, что не в его природе, а ты оказался не в силах сделать то, что в твоей природе и даже погубил это. Затем, так как апостол сказал через естество и прицепился, привился, то чтобы ты не подумал, что иудей имеет перед тобой некоторые преимущества, он опять устраняет такое заключение, говоря, что и иудей привьется. То кальни паче, говорит он, которая по природе привился к своей бы маслине, еще силен Бог привить их. И выше сказал, если не пребудут в неверии, то привьются. А всякий раз, как слышишь, что апостол постоянно употребляет выражение природное и по природе, не подумай, что он разумеет здесь эту непреложную природу, но этими наименованиями он означает как сообразное и соответствующее, так и несообразное природе. Добрыми и злыми бывают неестественные действия, а только действия ума и воли. Заметь же, как апостол смягчает речь свою. Сказав язычнику, что он будет отсечен, если не пребудет в вере, а также иудеям, что и они привьются, если не пребудут в неверии, апостол, умолчав о более неприятном, упоминает только о более приятном. И на этом оканчивает свою речь, подавая иудеям большие надежды, если только они сами пожелают. Потому и продолжает. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сеять, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Тайной называет он здесь неизвестное и сокровенное, в чем многое чудесного и непонятного. Так и в другом месте говорит он тайну, говорю вам, не все мы умрем, но все изменимся. В чем же состоит эта тайна? Что ослепление в Израиле произошло отчасти. Здесь опять наносит удар иудею, хотя, по-видимому, унижает и язычника. Разумеет же он под этим то же, что говорил и выше, именно, что не со стороны всех иудеев было неверие, а лишь со стороны части, как он и говорил. Если кто оскорбил меня, то отчасти, если не сказать больше, то и всех вас и в другом месте. Чтобы хотя отчасти насытиться Римлянам 15.24, так и здесь он выражает то же, о чем говорил и выше, не отринул Бог людей своих. И здесь он подтверждает это именно, что не целый народ отвержен, но многие уже уверовали или должны уверовать впоследствии. А так как он возвестил о важном, то приводят свидетели пророка, говорящего тоже. Что произошло ослепление, апостол не представляет свидетельства, так как это для всех очевидно. От что иудеи уверуют и спасутся, он опять указывает на Исаия, который восклицает и говорит. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. Потом указав на знамение спасения, чтобы кто-нибудь не отнес и не приложил его ко временам прошедшим и говорит. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Не тогда совершится это, когда они будут обрезываться, приносить жертвы, совершать и прочие законные дела, но когда получат отпущение грехов. А если это предвозвещено и еще не исполнилось на иудеях, которые еще не получили отпущение грехов посредством крещения, то, несомненно, исполнится. Потому апостол и говорит. В отношении к благодати, к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии не приложены. Но не этим одним он утешает их, а и тем, что уже случилось и при этом случившееся впоследствии ставит, как происшедшее раньше. Чтобы язычник не гордился, говоря «Вот я перед тобой, говори мне не о том, что может случиться, но что уже случилось». Апостол, удерживайте его от этого, говоря «По благовествование они враги ради вас». Так как вы были призваны, то они сделались упорнее. 744. Однако же Бог и при этом не пресек вашего призвания, но ожидает, пока войдут все имеющие уверовать из язычников. И тогда уже придут и иудеи. Потом апостол дарует иудеям еще новое утешение, говоря «По избрании же возлюбленные ради отцов». Что же это такое? Где враги, их ожидает наказание. А где возлюбленные, им добродетель предков не принесет никакой пользы, если они не уверуют. Впрочем, как я заметил прежде, апостол не перестает утешать их словами, чтобы привлечь. Потом, раскрывая сказанное выше и иным путем, добавляет «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». Здесь апостол показывает, что прежде были призываемы язычники, а потом, когда они не захотели, избраны иудеи. И что впоследствии опять случилось то же самое. Так как иудеи не захотели веровать, то снова были призваны язычники. Но апостол не останавливается и на этом. И все обращает не к тому, что иудеи отвержены, а к тому, что и они опять будут помилованы. Смотри, он язычникам дает столько же, сколько прежде дал иудеям. Так как вы язычники, говорит апостол, были некогда непослушны, то пришли иудеи. И опять-таки, как они стали непослушными, пришли вы. Однако же они не совсем погибнут, потому что Бог заключил всех в противлении, в непослушании. То есть всех обличил, показал непослушными, не для того, чтобы остались непослушными, но для того, чтобы упорством одних спасти других. Иудеев через язычников и язычников через иудеев. Смотри же, вы были непослушны, и они спаслись. Потом они стали непослушными, и вы спасены. Но спасены не для того, чтобы снова удалиться, подобно иудеям, но для того, чтобы и их привлечь, побудив в соревновании. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его? Здесь, обратившись мыслью к первым временам, размыслив о древнем Божьем домостроительстве, от начала мира и до настоящих событий, рассудив о том, как разнообразно Бог все устроил, апостол пришел в изумление и воскликнул, удостоверяя тем слушателям, что несомненно совершится то, о чем он сказал. Иначе он не стал бы восклицать и изумляться, если бы это не могло вполне осуществиться. И он знает, что это глубина. Но какая глубина этого не знает? Это речь человека изумляющегося, но не такого, который знает все. Исполненный же удивление и изумление перед благостью, он возвестил о ней двумя выразительными словами «бедство», «богатство» и «глубина». В изумление он приведен тем, что Бог и захотел, и смог совершить это, и произвел противоположные действия одно другим, как неисследимы, непостижимы судьбы его. Не только невозможно постигнуть это, но даже исследовать и неисследимы пути его, то есть способы домостроительства, потому что и их не только невозможно познать, но даже и исследовать. И я, говорит апостол, не все нашел, но малую часть, далеко не все. Один Бог совершенно знает свои дела, потому апостол и присовокупил. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Эти слова означают то, что Бог, будучи так премудр, не от другого заимствует премудрость, но Сам есть источник благ, что Он, столько для нас совершивший и столько нам даровавший, не заимствованно и у другого дал нам, но излил это от Себя, что Он никого не должен вознаграждать, как взявший что-либо у другого, но всегда Сам есть главный виновник благ. Богатство в том преимущественное состоит, чтобы во всем иметь изобилие, и ни в чем не одолжаться другому. Потому апостол и присовокупил, ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки! Аминь! Он Сам создал, Сам сотворил, Сам поддерживает, потому что богат и не имеет нужды брать у другого, потому что премудр и не нуждается в совете. И что я говорю в совете? Никто не в состоянии даже знать, что принадлежит Ему. Он один богат и премудр. Великое богатство проявилось в том, что язычники и так были обогащены, а великая мудрость в том, что учителями иудеев сделали те, которые ниже их. Потом, после того, как апостол приведен был в изумление, он воздает благодарение, говоря тому «Слава вовеки! Аминь!» Он всегда в удивлении заключает речь словословием, как скоро говорит о чем-нибудь столько же важном и неизреченном. Так он поступает, говоря о сыне. И там, исполнившись удивлений, он присовокупил то же, что и здесь. От них же и Христос по плоти сущен над всем Бог, благословенный во веки. Аминь! 746. Будем и мы подражать апостолу. И всегда станем прославлять Бога своей заботливостью в жизни. И не будем полагаться на добродетели предков, имея в виду пример иудеев. Ведь нет у христиан, нет родства плотского, а есть только близость по духу. Таким образом, Искиф делается сыном Авраама. А сын Авраама становится для него более чуждым, нежели Искиф. Потому не будем полагаться на заслуги отцов. Но хотя бы ты имела и удивительного по жизни родителя. Однако же не думай, что этого достаточно тебе для спасения, чести и славы. Если ты не сделаешься родным ему и в нравах. А равно, если бы ты имел дурного отца, не думай, что и ты вследствие этого подвергнешься осуждению и позору. Хотя бы сам после ты и жил хорошо. Что было без славней язычников? Однако же они посредством веры скоро сделались родными святых. Что же было ближе иудеев к Богу? Однако же и они за неверие были осуждены. Плотское родство есть дело природы и необходимости. По нему мы все родные. Потому что все родились от Адама. И по отношению к Адаму и Новой и к общей всем матери земле. Все мы друг другу родные в одинаковой степени. То родство достойно награды, которая разделяет нас от людей порочных. В этом отношении не все между собой родные, а только те, которые согласны по образу жизни. В этом отношении не того мы называем братом, кто родился от одной с нами матери, но того, кто оказывает одинаковую с нами ревность. Так и Христос одних называет чадами божьими, а других сынами дьявола, сынами противления, сынами гиены, сынами погибели. Так Тимофей по добродетели сделался сыном Павла и наименован дитем. А сына сестры Павла мы не знаем и по имени, хотя по плоткому рождению он был близок к Павлу, но никакой пользы не получил от того. А Тимофей далек был и по плоткому рождению, и по месту жительства, как гражданин города Листры. Однако же стал всех ближе. Потому и мы постараемся сделаться сынами святых, и лучше сделаемся сынами божьими. А что нам можно сделать и сынами божьими? Послушай, что сказано. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Потому и в молитве мы называем Бога Отцом, и тем напоминаем себе не только о благодати, но и о добродетели, чтобы нам не делать ничего недостойного такого родства. Но спросишь, как можно сделать со сыном Божиим? Если ты свободен, будешь от всех страстей, а по отношению к оскорбителям и обидчикам будешь вести себя кротко. Так и Отец твой поступает с теми, которые хулят его. И Христос, хотя и часто говорил о многих предметах, но нигде не говорил, будьте подобными Отцу вашему. Но когда сказал молитесь за творящих вам напасть и творите добро ненавидящим вас, тогда упомянул и об этой награде за подвиг. Ничто так нас не приближает к Богу и не делает подобными Ему, как это совершенство. Потому и Павел, когда говорит «Бывайте подражателями Богу» в Ефесянам 5.1, разумеет именно это. Мы имеем нужду во всех добрых делах, но больше всего в человеколюбии и кротости. Потому что и сами мы нуждаемся в человеколюбии. Так как мы каждый день много грешим, то и нужно нам много милосердия. Много или мало оценивается не количеством подаваемого, а достатком подающего. Богатый пусть не думает о себе много, а бедный пусть не унывает, как подающий мало, потому что часто бедный подает и больше богатого. Вследствие бедности вам не следует считать себя несчастными, так как она дает нам возможность более удобно подавать милостыню. Кто имеет у себя много, тот удерживается и высокомерием, и желанием приобрести больше, а кто имеет у себя мало, тот освобожден от мучительства обеих этих страстей. Потому он оходит и больше случаев делать добро. Он без труда идет в темницу, посещает больных, подает чашу холодной воды, а богач, надменный своим богатством, не допустит себя до этого. И так несетуй на нищету, потому что нищета дает тебе большую возможность приобрести небо. Хотя бы ты ничего не имел, но у тебя есть сострадательное сердце, и за это тебе готова награда. Потому и Павел повелел плакать с плачущими и с узниками обращаться так, как бы и мы были с ними в узах. Иметь многих состраждущих доставляет некоторое утешение не только плачущим, но и находящимся в других затруднительных обстоятельствах. Иногда одно слово может укрепить удрученного не меньше, чем деньги. И бог повелел давать деньги нуждающимся не для того только, чтобы помогать им в нищете, но и для того, чтобы научить нас состраданию к бедствиям ближнего. А сребролюбец ненависти не только потому, что презирает живущих в скудости, но и потому, что сам привыкает к жестокости и бесчеловечию. А равно презирающий деньги для бедных тем и любезен, что милосерд и человеколюбив. И Христос, когда ублажает милости в их, ублажает и хвалит не просто подающих денежную милостыню, но делающих это с добрым расположением. Итак, будем иметь такое усердие к делам милосердия. И все блага последуют за этим. Имеющий человеколюбивое и милосердное расположение, если есть у него деньги, раздаст их, если увидит кого-нибудь в несчастьях, станет плакать и проливать слезы, если встретит обижаемого, заступится, если найдет бедствую еще, подаст ему руку. Имея сокровище благ, человеколюбивую и милосердную душу, он и зальет из нее все нужное для братья и получит все уготованные Богом награды. А чтобы и нам достигнуть их, прежде всего позаботимся сделать свое сердце кротким. Таким образом, мы и в этой жизни совершим много добрых дел и сподобимся будущих венцов, достигнуть которых да будет дано всем нам. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.